Приветствую вас! Давайте мы с вами проанализируем те факты, которые у нас есть, исходя из того, что вы написали. В первую очередь хочется сказать, что вы задаете платный вопрос. То есть вы вкладываете какие-то деньги в свой вопрос, вы вкладываете какие-то средства, вы уже вкладываете в ресурсы, вкладываете ресурсы, точнее. И, соответственно, ну, вероятно, вероятно, чего-то ожидаете. Вероятно. То есть вы, скорее всего, чего-то хотели бы, значит, на что-то вы рассчитываете, вот, и так далее. Здесь первый момент. Здесь первый момент. На что вы рассчитываете? Здесь первый момент, чего вы хотите. То есть, понимаете, вот, ваш запрос, что я хочу пообщаться с психологом, да, хорошим. Ну, в принципе, можно было бы такой вопрос задать и... Как бы... Бесплатно, да, или... Это можно было бы задать такой вопрос... Просто вип, вот, но вы задаете свой вопрос. Именно... Именно. Сплатно. Вот. И потому у меня возникает соответственная мысль. Вы хотите, чтобы психологи как-то, ну, как-то боролись за ваше внимание, за то, чтобы вы выбрали именно, ну вот, именно кого-то одного. Понимаете? Если так, то это, конечно, далеко не самый лучший расклад, который вы могли бы выбрать для решения своей проблемы. Вот. Ну, просто потому что вот вы говорите, да, что вам нужен хороший психолог. Хороший. Но что такое хороший психолог? Кто такой хороший психолог? Как определить хорошего психолога от плохого? Нужны критерии. И эти критерии, как правило, я не говорю, что всегда, но как правило, как правило, эти критерии, а, значит, появляются, появляются только со временем. То есть вам нужно пообщаться с несколькими коллегами, с несколькими специалистами, чтобы понять, хороший это психолог или нет, именно для вас. Понимаете? А так вы просто говорите, что мне нужен хороший психолог, но какой хороший психолог? По каким критериям вы определите, вы определите хороший психолог или нет? Непонятно. То есть в данном случае критерий только один, что он мужчина, но в этом случае хороши все психологи. Надеюсь, вы это понимаете. Вот. Поэтому ваш вопрос здесь также не есть. Далее. Сам формат вопроса предполагает некую, ну скажем так, некую борьбу. Да? То есть некую борьбу. То есть вот сам формат вопроса, он предполагает, что, ну вот, коллеги, специалисты будут бороться за ваш выбор. Но это означает, что каждый должен себя проявить. То есть у людей должна быть возможность проявить себя. Проявить, например, свой профессионализм, проявить свою, ну, цепкость, да, свою компетенцию, компетенцию. А для этого нужен материал. Для этого нужно, чтобы было с чем работать. А вы этого материала, к сожалению, не предлагаете. Ну, потому что вы не описываете свою проблему. В таком случае получается, что вы будете брать информацию о том, кто хороший эксперт, а кто нет из каких-то других источников. Но вопрос, из каких, если вы выдаёте платный вопрос. То есть вы хотите, чтобы вам ответили. Понимаете? Это я надеюсь, что вы посмотрели, значит, профили людей, да, профили экспертов, и вам, ну, там, либо не понравилось, да, либо, значит, вы, ну, либо вы решили, что нужно всё равно как-то ещё уточнить свой запрос. То есть, наши профили, наши профили не подошли вам для того, чтобы понять, хороший психолог человек или нет. И это, согласитесь, тоже несколько странный момент. То есть, вы хотите себе выбрать специалиста, но критерий выбора абсолютно непонятный. И вы не даёте человеку даже проявить себя. Да? Следующий момент касается того, что вы пишите о проблемах. То есть, у вас проблемы в отношениях почти вы. И вы не хотите раскрывать эти проблемы здесь, в своём платном опросе. Что тоже вызывает некоторое недоумение. Но вы, если, если вы уж, если вы уж задаёте платный вопрос, то, ну, стоило бы описать, хотя бы в общих чертах, свою проблематику. Чтобы каждый из нас мог показать вам, в каком ключе можно было бы работать. То есть, у нас есть психоаналитики, да, у нас есть поведенческие психологи, у нас есть когнитивные психологи, у нас есть бронзактные аналитики, у нас есть специалисты по НЛП. У нас есть гистарты психологи, у нас есть арт-психологи, понимаете, у нас есть, значит, сказкотерапевты, у нас есть психотерапевты, у нас есть психиатры. Понимаете? И какой метод вам подходит, что вам ближе, это тоже нужно понять. Но вы тем, что практически не задаёте никакого вопроса, потенциально лишаете нас этой возможности. Ну, просто, просто потому что, просто потому что. Далее. Вы пишите, что у вас проблемы в отношениях. То есть, совершенно очевидно, на мой взгляд, что проблемы в отношениях переживаете вы. То есть, для вас что-то, для вас нечто, является проблемой. Я верю, я верю, что для вас это проблема, но очень важно понять, чего вы ждёте от психологов. Ну, от, ну, от того же психолога-мужчины, например. Вот. Что вы ждёте? Чего вы хотите от психолога-мужчины? Почему именно психолог-мужчина вас интересует? То есть, ну, по какой причине именно психолог-мужчина должен выполнить функцию? То есть, вы хотите что? Вы хотите лучше, лучше понять мужчину? Вы хотите разобраться в мужской, например, психологии? Или что? Понимаете? Вот это всё тоже, ну, такие достаточно важные моменты, на которых, ну, безусловно, нужно заострить внимание. Опять же, опять же, опять же, опять же, просто потому что, просто потому что это важно. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Я работаю, я работаю в методе транзактного анализа. Я могу вам помочь наладить отношения с, ну, с мужчинами, с мужчиной, с мужчиной, если у вас, ну, не получается это сделать. Вот. Я могу помочь решить вам ваши проблемы, которые, ну, которые, скорее всего, есть. Да? Вот. То есть, всё это я могу вам помочь. Если, если вы готовы работать, то я вам помогу, помогу, помогу. Это, мне это не представляется чем-то сложным, конечно, если вы, ну, будете так же работать и так далее. Вот. Вот так, вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Вы можете увидеть и, значит, посмотреть в моём профиле то, как я работаю. В моих ответах, в моих, значит, отзывах, которые оставляют мне клиенты. Вот. И я мужчин. Ещё немаловажный момент представляет собой то, на мой взгляд, почему вы хотите пообщаться именно с мужчиной. То есть, зачастую, зачастую, не всегда, конечно, но зачастую, женщина может понять мужчину гораздо лучше. Вот. И мне здесь, конечно, непонятно, почему вы хотите поговорить именно с мужчиной. Ну, бывает такое, что, ну, что женщине легче найти общий язык именно с мужчиной, да, а не с женщиной. Вот. То есть, в принципе, я такой момент, ну, вполне допускаю. Вот. Ну, ещё раз повторю, вызывает определённые сомнения то, как вы задаёте свой вопрос. То есть, то он у вас сплавный, то никакой информации, и что вы стимулируете, скажем так, людей, да, бороться за ваше, так сказать, внимание, за ваш выбор. То есть, мы как бы проверяются, люди, знаете, вот, но проверка, это не создаёт, знаете, такую, такую ситуацию условного доверия. То есть, если ты, грубо говоря, мою проверку прошёл, да, вот, если ты мою проверку прошёл, то я с тобой буду работать. Если ты мою проверку не прошёл, я с тобой работать не буду. Вот. То есть, изначально, изначально создаётся какие-то условия. Вот. Ну, а это, к сожалению, не то, что обеспечивает изначально доверительные отношения между клиентом и психологом. А я надеюсь, что вы не будете отрицать того факта, что очень важно в психологии, чтобы между клиентом и психологом было доверие. Вот. Поэтому здесь я предлагаю вам пересмотреть, в том числе, ещё и свой подход к выбору специалистов. Вот. То есть, понимаете, что, вот, хотелось бы, чтобы, ну, чтобы, раз уж вы вложили, да, какие-то средства в вопрос, да, то хотелось бы дать вам соответствующую обратную связь. Но я не очень понимаю, как это можно сделать, исходя из вашего, из постановки вами, вами вопроса. Вот. То есть, подумайте, кто вам нужен, какой специалист вам нужен, какой именно психолог вам нужен, в какой области. Вот. И, значит, соответственно, исходя из этого, вы уже сможете оттолкиваться и подобрать что-то себе. Вот. А так то, что вы делаете, собираете людей, собираете, собираете, значит, ответы, но что это даст вам, да? Это неизвестно. Может быть, вам не хотелось смотреть, смотреть, спросили, и вы решили вот так, собрать просто людей под своим вопросом, и уже из тех, кто вам ответит, выбирать. Может быть и так, но опять же, это говорит о том, что у вас есть, возможно, установка, что очень многое решает деньги. Вот. На мой взгляд, здесь, именно в этой ситуации, деньги решают очень мало, потому что вам нужно самой походить по профилям, самой помчаться с экспертами, да? Вот. Ну, оптимальный вариант, это, конечно, оптимальный вариант, это, конечно, просто поисследовать, поисследовать брофили, да, и посмотреть ответы на эти брофили. То есть, ответы экспертов, почитать, поизучать их, посмотреть. Вот. Это самый лучший вариант, который мог быть для вас. Ну, значит, вот, в принципе, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. Надеюсь, что это было полезно для вас, хотя и я понимаю, что мало, понимаю, что свою проблему вы не решите таким образом. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, какой вопрос вы задали, такой ответ я могу на него дать. На этом все. Я надеюсь, что все-таки он помог вам хоть немножко. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok